книга открытым оком том 7 тема политика вопрос 1932 цитата жизнь это борьба говорил маркс но борьба должна быть и по-честному политика дело грязное но в житиях читаешь и там оказывается сплошь и рядом прибегали к нечестным приемом чтобы только свалить конкурента и оппонента согласны с этим отвечает игнатий тихонович лапкин не согласен то есть признаю что это было с каждой стороны но так не должно быть нам ни одна победа нужна на всех и мы за ценой постоим потому что сложью является и дьявол и цена будет гибель души лжеца да сохранит бог нас от неискренности и лжи притчи 1222 цитата мерзость пред господом устал живые а говорящие истину благоугодны ему откровение двадцать один двадцать семь цитата и не войдет в него ничто нечистое и никто преданы мерзости и лжи а только те которые написаны у агнца книги жизни 1 иоанна 5 17 цитата всякая неправда есть грех афанасий александрийский день памяти 18 января кавычки открыты черни недовольны афанасием могла произвести бунт и во время его как надеялись враждебные афанасию епископы убить святого мужа кавычки открыты как могу я это сделать в скобках остановить провоз пшеницы возражал афанасий на новую клевету я человек частный и бедный кавычки закрыты евсевий не академийский отвечал кавычки открыты нет афанасий человек сильный богатый его на все достанет кавычки закрыты александр невский день памяти 30 августа кавычки открыты святой благоверный великий князь александр ярославич родился в 1219 году 30 мая в городе переславле наряду с книжным обучением в княжеской древнерусской семье много внимания обращалась и на воспитание физическое на развитие силы и ловкости умение владеть мечом и копьем ездить на коне и тому подобное так как князь должен был быть опытным не только в подвигах духовных но и в подвигах ратных должен быть не только воином христовым но и воином земным уметь защитить святую церковь и силой слова и когда это требовалось силой меча и благоверный князь александр непобедимый витязь как называли его современники в совершенстве усвоил эту сторону княжеского воспитания и для своих соратников был не только руководителем но и образцом ратной доблести рано начинали подготавлять юных князей и к предстоявшей им правительственной деятельности кавычки закрыта рот человека главная дыра куда проваливается круглый шар земной зовут уста хайлом когда начнут орать в него вливаем тащим летом и зимой язык гортань и на подмогу зубы все перемалывают что дает земля и безобразие его скрывают губы значение рта не нужно умалять вкусили прародители в раю как недозрелый плод лишились счастья с младенчества нам пищу подают вода земля от ужаса качаться роптали иудеи на еду когда песок хрустел в земле пустынной голодный год мы ели лебеду и набивали рот картошкой стылой все холодильники и печки и жаровни котлы кастрюли чайники буфеты кулинария вся летит как будто в прорву всего за год и ничего уж нету по новому замешиваем тесто распахивает целину и море в рот едут корабли и поезд и никак не треснем рот доставляет основное горе антихрист вожделенный для евреев искусственно грехом устроит голод зерно в хранилищах негаданно сопреет сейчас идет на спирт на брашкин солод что изо рта об этом говорили не голос но язык течет из сердца слова бывают на орлиных крыльях а то от змея так не потребно мерзки рот усмирим постом и воздержанием не все тащи в него не обо всем глаголь молитвы и гласи не лошадиным ржанием да не застынет в ужасе изображая ноль 30 сентября 2003 год игнатий тихонович лапкин и